Статистика утверждает, что самая высокая смертность наступает впоследствии проблем с сосудами и сердцем. Тромбозы, инсульты – это бич современных людей. Причиной инфарктов и инсультов зачастую являются бляшки и ромбы, которые закупоривают кровоток. Поэтому за организмом нужно следить, частоту сосудов и эластичность их стенок поддерживать. В этом очень важным является питание. Какие же вещи необходимо добавить в рацион? В этом видео я расскажу вам про 10 продуктов, которые обязательно должны быть в вашем рационе. Благодаря свежему гранату можно нормализовать содержание хорошего и плохого холестерина и улучшить состояние сосудов. Плод действует эффективнее, чем сок, он улучшает структуру крови и уменьшает риск появления тромбоза. В арбузе главной аминокислотой является цитрулин, он расширяет сосуды и больше всего этого вещества именно в косточках. Любители арбузов имеют намного меньший риск гипертонического криза и болезни сердца. Рыба и особенно лосось. Это прежде всего полезные кислоты и диетический белок для человека. Апельсиновый сок. Всего 2 стакана сока в день помогут существенно снизить содержание холестерина, давления и насытить организм витаминами и полезными веществами. Хурма. Полифенолы в составе хурмы – это важные вещи для понижения холестерина. В этих фруктах очень много бета-каротина и магния, которые восстанавливают работу сердца и являются мощным инструментом для профилактики многих болезней. Яблоко. В этом фрукте содержатся пектин и клетчатка, они очищают сосуды от бляшек. Томаты. Это ценный источник магния для сердца. Томат полезен хоть сырой, хоть вареный, хоть жареный. Чеснок. В его составе много оксида азота, который снижает давление, очищает сосуды и борется с болезнями сосудов и сердца. Греческая диета. Ученые доказали, что среди греков уровень болезней сердца и сосудов намного меньше. Оказалось, что постоянное употребление грецких орехов и оливкового масла потрясающе воздействует на организм. Овсянка. В овсяной каше очень много клетчатки, которая позволяет контролировать вес, очищать сосуды и выполнять профилактику многих серьезных болезней.